21 июля для верующих христиан день особенный. Русская Православная Церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей Матери. Святых образов Пресвятой Богородице множество, несколько сотен, но Казанская икона в народе наиболее известна и почитаема. Она исцеляла многих людей, она помогала многим решать проблемы житейские, она защищала наше государство, в том числе и в смутное время, Великую Отечественную войну, с нею облетали Москву на самолете. Конечно же, откладывается в памяти многих поколений русских людей и, естественно, не остается без ответной любви и почитания. Для честования Казанской иконы Богородицы в православном календаре праздников выделено два дня. Осенью, 4 ноября, в День народного единства, вспоминается заступничество Божьей Матери при освобождении в 1612 году Москвы и России от поляков. Летом, 21 июля, верующие празднуют чудесные обретения иконы в городе Казани. Это событие произошло в 1579 году, в нелегкий период становления нашего государства. Прошло совсем немного времени со дня взятия Казани войсками Ивана Грозного. Население было преимущественно магометанским и языческим, настроенным против христианства. Кроме того, накануне явления чудотворной иконы в городе произошел страшный пожар. И вот в это самое неспокойное время для утешения, вразумления, укрепления и просвещения православной верой был явлен святой образ Царицы Небесной. Маленькой девочке, 10-летней, Пресвятая Богородица явилась во сне и сказала, что вот в этом месте надо копать, и на глубине полтора метра ты найдешь иконочку мою чудотворную. По преданию, уже во время шествия с иконой в ближайший храм во имя святителя Николая Чудотворца получили исцеление два слепца, а вскоре икона стала всенародной святыней, покровительницей русской земли. Чудотворный образ являл неиссякаемый поток исцелений, помощи, заступничества. Матерь Божия оказывала несчастливой милости как народу в целом, так и отдельным людям. Почитание святыни продолжалось несколько веков, вплоть до 1904 года, когда икону похитили, и до сих пор ее место пребывания неизвестно. Однако сохранилось множество списков, как старинных, так и вновь написанных, через которые Пресвятая Богородица всегда оказывает свою помощь, облегчает страдания, успокаивает, утешает, поддерживает и ободряет. Нам очень помогает благополучие, семейным счастье. С молитвой Богородичной, Богородица Дева Радуйся, начинается каждый день. Полная уверенность, что при любой моей нужде или просьбе, моем любом обращении, меня услышат и исполнят. Порождение ведет на меня. Когда болел, я очень-очень болел. Недугом алкоголя, в общем, так сказать. И она помогала мне. За меня молились ей тоже особенно. Каждый день, каждый час надо молиться и молиться. Поможет даже, не сомневается. В день празднования Казанской иконы верующие вознесли усердные молитвы ко Пресвятой Богородице, причастились к святых животворящих тайн, тело и крови Христовой. По окончании литургии было совершено славление неизменной, любящей и спасающей Матери Божией. Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова